Продолжение следует... Из славного города Вильнюса, из Литвы. Я думаю, что она немножко расскажет, почему. Тем не менее, Оля Филатова, к сожалению, нас не будет слышать. Поэтому вопросы я и буду передавать по, соответственно, СМС. Поэтому, если вы что-то захотите спросить, то это тоже можно сделать. Но это будет скорее в конце выступления. Я просил Олю представить, что она делает вебинар. Ребята, соответственно, о чем будет рассказывать? Кто такая Ольга? Как я и сказал, это экс-директор по обучению и персоналу в компании Mail.ru. До этого работала в компании Сверсталь. И вот благодаря вот этому миксу опыта, очень хорошо знает о том, что такое диджитал-трансформация. И о том, как внедряются новые технологии, новые подходы в крупных компаниях. И крупные компании трансформируются. И сегодня Ольга будет давать такую тоже немножко тему, которая непосредственно не связана с технологиями в корпоративном обучении, но связана с диджитал-трансформацией в крупных компаниях. Единственный момент, коллеги. Так как это вебинар, очень легко начать говорить и отвлекаться. У меня огромная просьба от меня лично, как от спикера, во время выступления Ольги не говорить, потому что иначе мы с вами будем плохо слышать. Ольга и так волнуется, я и так волнуюсь. Поэтому давайте этого делать не будем. Если вы хотите пообщаться, то лучше выйти в соседний зал. Там для этого все предусмотрено. Вот, на самом деле, спасибо. Приступим. Слушаем Ольгу. Тогда я ей пишу. Ну что, давайте начинать. Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Рада сегодня присутствовать хотя бы в таком формате. Очень хотелось быть лично, но обстоятельства не позволили быть лично. Но я думаю, что содержание на ответы на вопросы это совсем не повлияет. Поэтому давайте начинать. И где-то первые 20 минут я расскажу. О, вот, Тарас, хорошо слышно, это замечательно. Вот, и видно, я так понимаю, тоже, да? Вот, первые 20 минут я расскажу, собственно, что планирую вам сегодня рассказать. Да, а именно, как вот эту эпоху цифровых инноваций, ускорения инноваций, обучать людей, чему обучать, кого обучать и почему. Да, на все главные вопросы попробую ответить, рассказать кейсы. И затем где-то 20 минут у нас будут на разные вопросы. И Тарас будет мне помогать пересылать ваши вопросы. Давайте начинать. Вот такой первый слайд я вам подготовила. Как в миге и контекст. Много сейчас организаций уже вступили в стадию процесс, проекты, цифровой инновации, цифровой трансформации и так далее, и так далее, и так далее. Очень много уже про это сказано, очень много в этом еще пока хайпа, поскольку учебник пока еще не написан о том, как это правильно делать, поэтому все экспериментируют, все ищут серебряную пузу, которой пока нет. Но то, что уже стало всем ясно, что скорость – это главный драйвер, цифровые технологии, без них невозможны. Инновации и по продукту, и по качеству процесса в компании, и по общению с клиентами, конечно же, по процессам управления и работы с людьми. И вот во всех этих направлениях, конечно же, происходят большие изменения в компаниях. И так получается, что компании нужно совмещать две большие задачи. Первая – это поддерживать текущую работу, текущую производство, текущие продажи, даже повышать эффективность, результативность этого, да, это то, что мы называем постоянное совершенствование текущего продукта, это одни практики, одни инструменты, одни техники развития, да, того, чего, кому учить. А второе – это, собственно, как создавать правильно с этим новые продукты, экспериментировать, где никто не знает правильных ответов, где нужны итерации, гипотезы, ошибки, бюджеты на это и так далее. И вот это нужно совмещать фактически в одной организации. А это две совершенно разные задачи, разные люди, разные навыки требуются разным группам людей. А самое главное, им еще хорошо по этим задачам как-то взаимодействовать. Вот эти все вопросы, они возникают у нас с вами. И вот сегодня как раз хотела немножко пройти свет, так скажем, на этот вопрос и ответить все-таки, если систематизировать все то, что происходит, от кого, чему, почему и как стоит обучать, развивать и так далее. Следующий слайд, собственно, вот такие четыре группы, четыре целевые аудитории для сегодняшней цели дискуссии я выделила. Первое – это, конечно, сотрудники, которые, собственно, изначально участвуют на той или иной стадии производства, создания и совершенствования цифровых продуктов, я покажу, кто они, да, по методологии BCG, да, и расскажу о них. Соответственно, вторая группа очень важная, очень часто бывает многочисленная, да, это и менеджеры, и эксперты, и специалисты, которые так или иначе вылечены в первых проектах по цифровизации, по инновациям. Они также иногда задействованы в постоянном совершенствовании, поэтому часто бывает путаница, а вот там скрам и аджайл может преподавать, значит, лидер изменений, которого, значит, выбирали в рамках постоянного совершенствования или, да, вот, так сказать, некая путаница точно, особенно в больших корпорациях, у которых много сделано происходит. Вот поговорим, а что же делать с этими людьми, которые раньше были сильно вовлечены в задействие в постоянном совершенствовании текущих процессов и продуктов, а сейчас еще подключаются на всякие создания новых сотрудников, сотрудники и, собственно, студенты тех профессий, тех ролей, которые в наибольшей степени устаревают, да, в течение времени, тоже немножко поговорим об этом, это большая задача, большой вопрос, ну и все остальные. Не буду долго говорить про навыки будущего, да, целевая модель компетенции 2025, компания BCG сделала очень хорошее исследование, оно публичное, здесь я его привожу только потому, что как бы мы ни говорили, что будущее не определено, давайте еще строить прогнозы, навыки устаревают, ну, во-первых, не все устаревают, да, это вот нижний график, как вы видите, люди, которые занимаются умением, правилом и знанием, да, те, которые занимаются знанием, да, это такие экспертные задачи и роли, которых невозможно, так сказать, унифицировать, заменить, скорее всего, да, по созданию новых продуктов, по совершенствованию, их, скорее всего, невозможно будет заменить, те, которые все-таки работают по правилам, их, скорее всего, быстрее можно будет заменить. Вот то, что Грех нам часто рассказывает, что юристы уже практически все заменены, ну или как минимум частые студенты. Какие-то кадровые процессы отменены. Но это не значит, что эти профессии будут устаревать. В каждой новой профессии одна отмирает, а здесь их создает. Это уже доказано, известно, и поэтому скорее тут очень важно понимать, какие профессии именно в вашей компании будут пластированы, и заранее готовить тех, кто хочет перекусить целых, развиваться и менять. Скорее будет уходить рутина, будут появляться новые инструменты, технологии, чтобы делать работу более интересной. И второй график сверху, это вот рисунок 3 здесь, это я сделала скриншоты и свердня. Несмотря на то, что компетенции 20-25 кажется еще целых 6 лет, но цифровые навыки, вот вы видите, это один из трех блоков, там всего два подблока, а все остальное это социально-политические навыки, когнитивные навыки, а там что? Регенерированность, самородитие, достижение результата, коммуникация, межиссионные навыки. В общем, это то, что вещь на зеленое, это то, что точно нужно развивать и обучать всем, в тех вопрос, как всегда, кому что нужно. И вот об этом мы как раз поговорим, потому что всем нужно разное. Ребятам с цифровых, и девушкам, естественно, цифровых профессий нужно одно, и в этом все. У них с одним из вещей провисают, коллегам, которые занимались в жизни ценно-совершенствованием, еще не такие цифровые, просто благодаря поколенческим особенностям, нужно другое, да, но об этом как раз сейчас поговорим. Что такое компания, которая сможет с точки зрения культуры и компетенции, с точки зрения вот именно компания, которая готова внедрять инновации? Потому что тут можно много спорить, что первично, с курицей или яйцом, вот, но часто как раз культура начинает с изменения, как вы видите, чтобы инновации происходили, очень важно быть коллаборативными, децентрализованными, открытыми, то есть не все инновации приходят изнутри, много идет партнерств, конечно, есть технологии и компетенции, как заниматься тестированием, гипотез, экспериментами, как это бюджетировать и так далее, или разность к ошибкам, что часто очень бывает сложно в организациях, потому что привыкать, что бюджет защитил, их проект подтвердил, попробовать, теперь не делать. Если не делал, это ты не молодец, а то, что в новой экономике теперь оценивает людей не потому, сколько он проектов выполнил до конца, а сколько из тех гипотез, которые он генерировал, было верно, и сработало, это немножко изменение, может быть, немножко изменение парадигмы, и вот развивать менеджеров и сотрудников в этой парадигме, в этих культурных компетенциях очень важно, чтобы достигнуть на вас. Но вот эти два флайда, они имели именно общий компетенционный характер, то, что нужно всем, тем группам, четырем, о которых я говорила. И это совсем непростая задача, это отдельная задача для корпоративных университетов, для команд, которые занимаются обучением и развитием, не только для них, а для офисов трансформации и так далее. Вот, давайте теперь поговорим конкретно про группу, о которой я говорила. Как вы видите, дефицит цифровых профессий людей, которые хорошо, знаете, по первой профессии, молодеют, только увеличивается. К 20-му, вот видите, сейчас уже 200 тысяч дефицитов по этих кадрах в России, к 20-му году вообще миллион. Ну и, как вы понимаете, вот список уважаемых компаний, которые уже давно себе нанимают, нанимают, активно привлекают, занимаются этим. Ну, как выяснилось, по опыту коллег и Сибура, и Ксать, и Тинькова, в общем, из разных, да, ну и привлекательно с точки зрения бизнеса, может быть, да, для статковых, и чуть менее пока привлекательного, понятно. В общем, с тем им, как оказалось, задачка не просто их нанять и привлечь, еще очень важно их потом еще интегрировать, адаптировать. Что, мои коллеги, не буду называть компанией, ну вот прямо рефреном, так сказать, все говорят, поскольку сейчас очень много в рамках проектов общаюсь с разными крупными компаниями, которые как раз провязываются в своей компании, прозрачкают, или уже в процессе, вот они говорят следующее, ох уж эти хиптеры в кедах, значит, мы им ценности, мы им, значит, и Леонин, про продукт, они не хотят это все изучать, им это все не надо, они их в своих флаках, чатах, телеграммах, и вообще они из чатов не выходят, на тренинги они не хотят, они уходят оттуда, вообще, как с ними работать, они неэффективны. Они совершенно не интегрированы, а мы их еще в отдельный офис посадили, сутки на нет, но не ценят. Ну, как вы понимаете, то, как все дают на посередине, вот, эти люди обычно чуть-чуть другого поколения, чуть-чуть других технологий, а даже если того поколения, потому что много людей, да, разных возрастов, все равно они придут для учиться по-другому. Пример из Мэлру-групп, когда мы делали такой семинар по дизайн-мышлению, чтобы лучшая система корпоративного обучения в Мэлру-группе, как я работала, для меня был инсайд. Одним из менеджеров как раз узнавала, что ему самое интересное, самое полезное с точки зрения металлогии обучения, он сказал, «Коля, все давно придут, Википедия». Поэтому курсы Мэлру-групп внутренние Яндекса никак не похожи на прекраснейшие электронные дорогущие программы по корпоративным обучающим программам за счет больших корпораций. Это отвлекает, мне сказал менеджер. Он сказал, что вот гиперссылки, куда мне надо провалиться, я провалюсь, это замечательно, меня все устраивает. Не надо меня отвлекать. Вот это видео, это максимум, на что я согласна. Тренинги в классе, в группе, упаси Боже, я социофоб, и почему, знаете, я вот не преувеличу, это не то, что я какой-то такой образ рисую, это очень много таких людей, которые привыкли в этих профессиях индивидуально учиться, через опыт, через поиск по базам данных, специфическим. И поэтому им совершенно некомфортно, когда их на тренинге, про ценности, что-то публичное рассказывать, про себя признавать. В общем, это для них не работает. Поэтому, если мы хотим, много могу про это рассказывать, конечно, потому что мою группу 95% таких, конечно, если мы хотим, чтобы они интегрировались, а им очень важно как минимум понимать бизнес-процессы с компанией, понимать за счет чего достигают конкурентные преимущества, понимать ценности. Это правда важно. Вопрос, что им нужны другие каналы. А именно создавать базу данных вопросов и ответов как раз в вашем внутреннем корпоративном мессенджере или каком-то драйв-интернер-нет-портале. Меньше звать на очереди и делать какие-то вот такие базы данных знаний, которые постоянно обновляются. Например, база в эксплуатике. У них есть корпоративный продукт, вот такой публичный сервис, кому будет интересно пишите мне в футболе, кстати, добавляйте, я там больше всего отключаю. Очень удобный продукт, когда интегрировать людей через интерактивные собственно такие ленты ответов на вопрос. Где ответы речи на лица, экспертам присваивается въезд по темным ответам, поэтому когда приходит новичок, он хочет узнать у кого что и как, это сделать еще легко. Вот в таких формах цифровые будут очень хорошо интегрироваться, очень хорошо понимать бизнес и встраиваться в компанию. Иначе, к сожалению, очень сложно от них получить пользу, более того, они еще почувствуют, что здесь они не нужны, не востребованы, их какими-то непонятными форматами кушат и обучают. Собственно, кто такие цифровые? Тоже вот исследование коллег из BCG. Еще раз такая хорошая как вы видите слева, это больше такие менеджерские роли, касающиеся именно трансляционных процессов, проектных общих связанных с цифровизацией, с трансформацией, тоже очень долгие вопросы, как это все, как их подбирать, как их обучать, какие должны быть команды, как это делать. Тем не менее, и что еще здесь хотела? Базу данных введете. Можете тоже видеть сфотографировать, но тем не менее, будут доступны. Так вот здесь вы видите, появляются всякие agile-коучи, scrum-мастера, это совершенно новые роли, они как раз помогают командам, которые стоят и софравы, и не софравы с друг другом разговаривать, интегрироваться, это тоже новая форма обучения и развития, о ней нельзя забывать, даже если у вас нет agile-коучи, но если у вас есть проектные команды по улучшению цифровизации процессов, созданию новых продуктов, каналов с коммуникацией с клиентами, или, очень важно, процесс цифровизации, процесс управления людьми, то, конечно, вот такие проекты обучения с помощью в том числе таких agile-коучи, скрам-мастеров, это тоже очень хороший способ и формат научения как тех и других, как цифровых, так и других. Давайте поговорим теперь немного о тех, собственно, основного компании, это менеджеры и специалисты, которые участвуют в первую очередь, я так скажу, на передовой тех проектах и инноваций, которые происходят. Первым годом нужно обучить, это вот пример, навыков, которые, это часть СЗ, на самом деле, которая была сформулирована для одной из компаний, которая помогает корпорациям, и не обязательно корпорациям, создавать вот такие программы для их менеджеров и специалистов. вот этот список вопросов. Вот я помню с коллегами из Северстали собственно роли чат, инструменты, стратегии, да, шпицы, компания, цифровую информацию. Так вот, коллеги из Северстали рассказывали, что это очень востребованный навык, потому что быстро сделать эксперимент на производстве никто не умеет. И поэтому они часто не знают, чего они не знают, и отбрасывают очень эффективные классные технологии, которые бы, если бы они знали умение быстро потестировать и недорого, уже бы вошли в производство. Поэтому сейчас они разорачивают, например, такую программу и думают, как эффективно дополнить инструментарий, линии, там постоянно совершаться других методик, вот так производствам, чтобы они умели быстро и эффективно в их модели корпоративных компетенций были и есть. открытость нового этого недостаточно. А также они думают, на каком уровне, например, компетенции как она должна быть описана, как процесс компании, кого он должен затратить. Потому что он тоже не касается прям совсем всех этапов, но это тоже очень важно и процесс, и компетенции, и проход собственного учения. Вот такие навыки, ну, собственно, как мы говорили с коллегами и от телекома, они уже очень много сделали по переобучению своих коллег, которым некоторые профессии устаревают, по обучению своих менеджеров, чтобы стать цифровым среди планеты всей, потому что этот вызов телекомы, ритейл, да, вся родня, не говоря уже о банках, все вот эти отрасли, они уже вызов это приняли, и у них уже цифровизация давно идет или в процессе, или начинается, потому что все поняли, что в будущем они не выживут, если не будут новую бизнес-модель помощью вот этих технологий создавать. Ну, вот список, например, чего бы хорошо знать и уметь и топом, и менеджером в проектах и продуктах и специалистам, но в разном, да, это тоже пример одного СССР. Кстати, если вам интересны компании, которые сейчас помогают вот эти программы обучения делать, знаю, например, наверняка их намного больше, я знаю, четыре компаний, при Фри сейчас есть цех, они раньше были, по-моему, одними, сейчас вот они создали Фри, фонд развития интернетских, они помогают очень хорошо разрабатывать такие программы для разного уровня специалистов, есть отус, есть метология тоже по разным направлениям, не все делают все, поэтому нужно комбинировать, и есть гитбрейн, мейл-рукутки, вот с ними можно поговорить о том, кого, чему и как в вашем контексте пообучать, развивать и в какой форме в каких технологиях, потому что, как вы понимаете, содержание менее важно как и форма. Ну, например, наших, собственно, о кого мы сейчас говорим, да, люди, которые и чаще, да, ну, или какие-нибудь умения цифровые, вот это им тоже очень важно, и, может быть, даже можно ваших цифровых настоящих будущих использовать как в таком репертивном наставничестве, то есть одни будут наставлять других, ну, вообще, желательно, конечно, всех сажать в один офис, вот, и цифровых не выделять в отдельные офисы, потому что это только ухудшает знамя, что у командных командовиков никакой интеграции не происходит, а они нужны друг к другу. Ну, вот, что еще вот по второй группе, о которой, да, важного хотел сказать, я вот слышу, например, в Deloitte всех сотрудников обучили питом по чуть-чуть, не потому что они сейчас все бросились по программированию, а просто потому что это очень сильно меняет мышление. Какая-то, не буду называть банк, не какая-то, определенный банк, всех своих топов прогнала 4 курса, и они все создали мобильное приложение. А вообще мобильное приложение при текущих технологиях можно задавать даже дети, в Кириусе делали школу, еще как-то мыл, руг-руг-два, там дети даже могут их создавать, но тоже это очень меняет мышление, что-то заходит с этого продукта, поэтому, может быть, до вот этих курсов, которые здесь и знаний описаны, хорошо, знаете, как бы просто бомбардировку сделать мозг, чтобы он просто перестроился. Сначала он будет сопротивляться и скрепить, а затем, наоборот, будет очень благодарен, потому что маховик раскрутился и дальше все пошло легче. Вот такие практики разные компании делают. Ну и завершить я хотела рассказ, собственно, просто тех, у кого профессия устаревает. Пока, к сожалению, по моему знанию, а я очень много с этими компаниями общалась, очень мало пока созданных вот таких хороших, устойчивых программ переквалификаций. Я хочу выходить на коллег из Ростелекома, потому что они, по-моему, уже почти два года этим занимаются, и они уже, и никто, конечно, не дал список профессий, которые устареют и какие профессии нужны. Они вот путем операции, общения с руководителями, тестирования гипотез, описали, какие навыки будут устаревать и как быстро, какие профессии, собственно, будут меняться и что нужно. И первое, они взяли, значит, список технологий и по ним комбинируют разные курсы и профессии, начиная от просто коротких, 10-минутных там роликов для всех, для всех сотрудников, кто хочет, а затем, кто хочет дальше квалифицироваться, обучаться, развиваться, ну и прям такие хорошие карьерные такие пути они простроили. Не все доходят до последнего, но если ты доходишь до шести экзамен, ты абсолютно уже отправишь много в качестве. Это очень здорово. И они это начинают сохранять даже на свои профильные выводы. А в качестве тоже собираются сейчас по такой схеме пройти, но они еще где-то на несколько шагов раньше. Это тоже очень важно с лунами это делать. Можете привлекать любые партнерские компании, с которыми вы работаете, айтишные, чтобы вместе с ними дополнять программу обучения тех профильных вузов, в которых вы и заходитесь, неважно это какая отрасль, но для того, чтобы какие-то элементы уже даже на человеческой скамье в рамках проектной работы тоже выбивать. Не обязательно самими там преподавать, можно в партнерстве с теми коллегами, с которыми вы работаете вот в своем плане. Ну и последние слайды это пример программы ускоренного такого даже не просто развития, а скорее коллаборации, интеграции компаний Мэллор Групп, потому что группа компаний и для того, чтобы была синергия и перекрыт наполение проектов, была такая программа для первых и вторых проектов. Это не значит, что только так и только Мэллор Групп, она про руководство интернет-бизнеса. В принципе, такую же программу можно разработать для ваших проектных команд, для второй, третьей, первой линейки в разном уровне деталей, потому что некоторые программы можно слушать всем публично, какие-то практические вокшопы только для отдельных групп, индивидуальная работа в командах или модулях может происходить только практично для тех, кому это точно назначено. Вот такой профиль компетенции руководителя интернет-бизнеса мне показалось вам полезным на него посмотреть. Это не значит, что все навыки вот эти умения нужны для ваших менеджеров, потому что, может быть, вы не все делаете интернет-бизнес, это может быть просто продукт, больше элементов супровизации, но точно вам это поможет. Опять же, в Мэйл мы делали это более детальный, говорили с внешними экспертами, внутренними. Вот кому будет интересно, тоже обращайтесь, потому что вот такая программа, особенно на стадии либо старта, либо когда уже какие-то появились первые, не самые, хорошие течения в компании, эта программа очень хорошо интегрессирует все, помогает друг другу понять ценность друг другу. Очень удобно. И она не дает научно, это не по 2-3 дня, это отдельные блоки, что-то по видео и так далее. Ну, вот, например, программа. Это, коллеги, все, что я хотела вам сегодня рассказать, да, как резюме. Очень важно понимать, что кому нужно для достижения успеха, иногда одна и та же компетенция совершенно по-разному обучается, да, и развивается у разных соборов. И очень важный аспект, что как можно больше интеграции, как можно больше прикрестного опыления, потому что именно это помогает людям создавать новое, понимать друг друга, ценить друг друга, а не сидеть в отдельных офисах и проходить отдельные. Спасибо, я готова ответить на вопрос. Так, вот у меня уже есть вопросы. Читаю вопросы. Читаю. Как вы измеряли результаты программы Pistop? Значит, там было все очень просто по количеству новых созданных либо, знаете как, ну, не целом, целиком продуктов, потому что это прям серьезно, да, это может быть новый продукт, новый статап, да, в мейле очень много фиксируется статапов, которые даже вы не видите, да, конечно, мы все знаем. Поэтому по количеству созданных вот таких продуктов либо отдельных элементов, потому что цель была даже не вырастить каких-то новых, потому что они уже управляют, они уже там есть, а скорее поддержать энергию, повысить эффективность использования уже текущих компетенций знаний и вместе подумать. Главный был TPI. Второе, очень мало было перекрестного взаимодействия и сами коллеги говорят, что у нас нет таких площадок и форматов, поэтому мы еще опрашивали, брали обратную связь от самих коллег, если им эта программа помогала достигать решения, а в mail все команды очень остались, значит, эта команда, значит, этот проект был очень сильным. Ну и, собственно, некоторые отдельные эксперты, если они очень нравились, а это была отдельная очень сложная задача для ребят моего группы, в которых сами депутатчики рынка, в некоторых вещах, найти экспертов. Так вот, если они им очень нравились, они их сразу приглашали себе в команду, прорабатывали какие-то отдельные элементы по продукту или по бизнесу вместе с ними, и тоже это был, конечно, хороший процесс. Какое соотношение в mail.ru очного и доочного обучения? Вы знаете, очного, вы знаете, мы даже таким вопрос себе так не ставим, потому что очень много заочного и очень много клубов, знаете, таким, по обмену опытом. И как раз ребятам цифровых профессий очень важно, чтобы кто-то модерировал, поселитировал, потому что они сами это не делали. Там в разных проектах или в куче дата фонтистов. Они сами очень редко кто-то из пассионарных людей соберет, начнет опыта какую-то синергию. Задача команды была подхватывать, модерировать, придумывать какие-то форматы, собирать их, вытаскивать, помогать организовывать какие-то метапы. Вот этого было очень много. А вот прям очная программа, но только, наверное, знаете, начальные тренинги по софт-скилл или по навыкам руководства людьми, они были очные и то такие, знаете, по 4-5 часов. Вот, поэтому, скорее, даже тут не процент, тут совсем небольшой процент. Все остальное уже такое. Правильно ли я понимаю, что топов в Северстале надо учить программирование? Хороший вопрос, наверное, хотелось бы сказать, как любят потребовать ответа, мордашов, значит, скорее да, скорее нет или да, нет. Скорее, тех топов, которые пока еще не проникли, что такое цифровой продукт, один из методов, как их помочь, чем-то, так сказать, открыться, вот эта цифровая цифровация, это может быть, дать ему попрограммировать мобильное приложение или вот пройти футбазово, для питания. Но вы можете придумать совершенно что-то свое, релевантное, способов достижения результатов очень много. Так, еще какой-то вопрос Тарас Кишин, сказали. Как научить навыку экспериментировать? Ну, от базовых тренингов, которые еще были на заре до субборизацией модулей жидкости и тризы, есть целые методики, собственно, это, знаете, как несколько элементов. Вообще, экспериментирование состоит из нескольких элементов, нескольких этапов. И сначала, вот, например, как делает Яндекс Дата Факции, когда оно приходит и помогает вам найти свой продвинутый чип-датар или Digital Office или с информационным. Он приходит собирать какую-то функциональную команду. Первое, это мозговой штурм на то, в принципе, чего цифра может вам в дискуссии. Потом идет домашняя работа и все думают, о какие бизнес-кейсы все хотят, значит, улучшить, больше всего получить результат с помощью того, чего они узнали. На второй локшоп они приходят все вместе с экспертом по субборизации уже с такими-то списками идей и вместе обсуждают, что релевантно, что возможно сделать, что наиболее сантиметра, что пока подождут. После чего идет вот вам список идеи и гипотезы. После чего идет, собственно, проработка некоторых кейсов, авторитизация, какие-то кейсы активуются, выделяются бюджетные экспериментиры. После этого прототипа дальше, вы знаете, нет идеального, никто сейчас не тратит кучу времени на планирование. Скорее, все делают это раз, и по 3 недели, и по 4 недели. улучшают, 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 и в какой-то момент либо понимаешь, что это уже хороший продукт, либо его закрывают. Вот, собственно, про экспериментирование. То есть, это не один навык, это огромный набор разных вещей, и процессов, и техник, и методик. Ну, вот я вам рассказала, как можно, например, разработать стратегию социализации, проэкзиентировать. Потому что это даже стратегия, как суть меняется. Это уже не стратегия, как вот мы туда придем, вот такой тыфли, и так-то-так-то-так. Это можно было делать, когда мы говорили про постоянную совершенство. Берешь цифру, декомпозируешь ее с помощью, значит, управления по целям и каскадирования, значит, до каждого сотрудника, ну, в лучшую, там, как мы делали, да, вот, и все замечательно. Вот, а сейчас нет, так можно продолжать делать текущие бизнес-модели, а с новыми инновациями, значит, никто не придет и не скажет, какие будут продукты, сколько они будут нам, значит, давать выручки, какая, значит, экономия в закратах и цифровизации процессов текущих, это с кинами методиками эффектировано. Вот, вот я вам сказала, как это можно делать, и, например, то же самое можно применять и в HR, потому что, как компания, значит, щупает фонариком и открывает потихонечку, да, что ищет, где же ценность это будет, да, так и HR щупает новую форму процесса управления людьми и также эффектирует гипотезы, и поэтому все, то, что я рассказывала, оно все касается и команды, и управления, ну, не только вообще любого обучения и HR. Так, какие навыки нужны директорам по обучению? Ну, я не читаю этот вопрос уже, то есть я стала рассказывать про это. Директорам по обучению очень сейчас важно понимать, что такое супровизация вообще в их компании в частности, потому что обычно обучение, неважно, это форма корпоративности, это отдел и так далее, обычно как были, так и сейчас, но такими драйверами, катализаторами приведения нового знания, экспериментов, да, распространения нового знания, да, вместе с социальной трансформацией и так далее. Поэтому очень важно это понимать, очень важно взаимодействовать с, собственно, чердатом, с трансформацией, как они там у вас называются, это может быть разный, это может быть один человек, вот, тоже важная тема, и понимать, как текущие практики трансформируются, что неактуально, а что нужно выполнять кому, вот, для того, чтобы как раз потом создавать вот эти профили кому что, в каких форматах обучать. Второй блок, то есть это вот про бизнес, как это преломнать на команде. Второй, опять же, это про технологии. Как то учиться и не пытаться втащить условно цифровых в то не цифровое пространство, которое есть. Также не надо вытаскивать не цифровых совсем, сразу, в слайде, телеграмму и так далее. Но потихонечку, конечно, не заряжать, да, потому что все равно очень какое-то время все будет в области, в цифре, и мы уже будем забывать, да, вот как мы про телефон, мобильный, видео, вон-тайм, могли себе представить какое-то количество лет назад. Акции для нас будут, а как, что, разве было по-другому? Вот, что-то было вон-премис, вот, да, все будет в области. Поэтому вот технологии и понимание новых, что такое инновации и ускорение вашей компании и как это преломить через структуру, систему, формат и процессы обучения. Я так понимаю, это был последний вопрос. Коллеги, спасибо большое. Я надеюсь, давайте вставать на связь и вставать криптовку, задавайте вопросы и вставать себя на отвечу. Парас, удачной конференции. Спасибо. Давайте поаплодируем Ольге. Вы включили звук, чтобы она слышала. Прекрасно. Ольга, спасибо большое. Парас.